МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОП-29 собрал по меньшей мере 50 тысяч делегатов со всего мира. Помимо саммита мировых лидеров, панельных сессий и сайд-эвентов, мероприятия проходят даже здесь, в коридоре. Сейчас активисты выступают за декарбонизацию или низкоуглеродную экономику. Декарбонизация, как говорят активисты, значительно сокращает количество углекислого газа и других выбросов парниковых газов, которые производятся и выбрасываются в атмосферу. Именно декарбонизация – путь к спасению человечества, скандируют активисты. Мир об этом говорит не первый год. Мы выступаем за углеродную нейтральность. Для этого важно привести международную финансовую систему в соответствии с Парижским соглашением. Мировые лидеры обязаны найти инновационные решения по адаптации к последствиям изменения климата. Последнее десятилетие было самым тёплым в истории человечества. Экологи бьют тревогу. Площади ледников сокращаются, происходят пожары, наводнения и ураганы. В первой половине года Кыргызстан столкнулся с резким ростом числа оползней. Более 300 инцидентов привели к значительному повреждению инфраструктуры, гибели людей и перемещению тысяч жителей уязвимых регионов. Для эффективного противостояния стихийным бедствиям, как говорит глава МЧС, необходима кооперация, в том числе в вопросах сейсмологии. Сейчас в рамках платформы КОП-29 мы хотим руководителям Европейского банка развития, куда придут, кстати, очень значимые руководители, заместители генеральных директоров, члены Совета Европейского банка реконструкции, которые принимают решение о выделении или не выделении грантовых денег. И мы сейчас хотим на этой площадке доказать, что нам необходимо еще дополнительное финансирование 22 миллиона евро, так как из-за сейсмичности нашего региона, возможно, у нас будут более тяжелые последствия, чем мы предполагали ранее. Именно сейсмичная активность приводит нас к обновлению наших подсчетов, учет этих сейсмичных активностей. И вот мы сейчас, если сможем это доказать, и надеюсь, что Европейский банк поддержит наши расчеты. Кстати, наши расчеты подтвердила немецкая компания, мы пригласили его, и немецкая компания тоже в результате исследований. Они выявили, что наши опасения верны, и они поддерживают нас. Кыргызстан на климатической конференции КОП-29 призывает мировое сообщество активизировать поддержку горным странам. Именно они наиболее уязвимы к изменению климата. И это несмотря на их минимальный вклад в глобальные выбросы парниковых газов. Есть именно в Парижском соглашении такая цель, чтобы развитые государства помогали развивающимся государствам, которые страдают от изменения климата. Вы прекрасно знаете, что Кыргызстан является жертвой изменения климата, нежели является загрязнителем, у которого, по сравнению с другими странами, у нас очень минимальные выбросы парниковых газов. И в этой связи мы, как и другие развивающиеся государства, поднимаем вопрос о том, что именно горные регионы, жители горных регионов и горные экосистемы наиболее уязвимы к изменению климата и страдают именно из-за изменения климата. И поскольку есть такое обязательство выделения помощи развивающимся странам, президент как раз уделял своей речи именно выделению климатического финансирования. Все переговоры сейчас проходят в павильоне Кыргызстана на полях КОП-29 в Баку с участием министерств и ведомств страны. Здесь с международными партнерами по развитию обсуждают климатическую повестку дня, энергетический и инвестиционный потенциал Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова